Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Относя на задание 725. Площади трёх попарно-смежных граней прямоугольного параллелепипеда равны S1, S2, S3. Запишем условия. Итак, мы рассматриваем прямоугольный параллелепипед A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Ну, выберем попарно-смежные грани. Ну, например, грань, и тут речь идёт о площадях. Площадь передней грани A, A1, D1, D, пусть равна S1. Так, ну и нижняя грань, A, B, C, D. Её площадь равна S2. Ну, и выберем грань так, чтобы она была смежная с обеими этими гранями. D, D1, C1, C равна S3. И нам нужно выразить объём этого параллелепипеда через S1, S2, S3. Напишем так. Найти А. Объём параллелепипеда. А, B. Найти объём параллелепипеда при S1 равно 6 квадратных дециметров, S2, 12 и S3, 18 квадратных дециметров. А. Значит, нам нужно выразить объём параллелепипеда через площади этих трёх граней. Тогда давайте обозначим три ребра, которые выходят из одной вершины, то есть измерение параллелепипеда. Пусть АД – это А, ДД1 – это пусть будет С, АДС – это будет В. Тогда S1, это площадь передней грани, будет равна… Давайте запишем А, С и В, чтобы удобно было вычислять. S1 тогда будет равна А умножить на С. S2 – это площадь А, В, С, Д. Тогда будет равна А умножить на В. Ну, а S3 – это площадь правой боковой грани, будет тогда равна В умножить на С. Пункт В. А теперь запишем формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. Объём параллелепипеда прямоугольного равен произведению его измерений. А на В на С. Заметим, что С1 умножить на С2 умножить на С3 будет равно А, С умножить на А, В умножить на В, С. Другими словами мы можем записать два множителя А, два множителя В и два множителя С. Тогда можно записать это так. А, В, С в квадрате. Тогда отсюда следует… Ну, раз вот это равно объёму в квадрате, а тогда отсюда следует, что объём равен корню квадратному из произведения С1 на С2 на С3. Пункт А мы выполнили. Это был пункт А. Вот это мы тогда уберём. Так. Ну, а теперь выполним пункт В. Фактически нам нужно в формулу, которую мы получили в пункте А, подставить конкретные значения. Объём прямоугольного параллелепипеда будет равен под корнем произведению 6 на 12 на 18. Можно все числа умножить, а можно разложить их на множители, и тогда удастся найти корень без применения калькулятора. 12 – это 6 умножить на 2, 18 – это 2 умножить на 9, корень из-под корня выйдет 1 шестёрка, 1 двойка, и корень из 9 – это 3, 12 на 3 – 36 кубических дециметров. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.